Классная история была в Ростовской области, самая смешная. Самая смешная история на этой неделе произошла, конечно, в Ростовской области. Там целое отделение милиции торговало наркотой. Ну, то есть натурально милиционеры делали закладки. Вот как вы видите в интернете, смешные фотографии, вот кто-то идут какие-то там, как это называется, складмены, да. Я довольно подробно знаю технологию и как это все делается, потому что сижу с такими людьми все время, они мне вот эти свои наркоманские истории рассказывают. Ну, мне любопытно. Я довольно подробно знаю, как устроена эта система. Ну, вот, значит, ходят, закапывают. Не буду подробно о них рассказывать, да, сами найдете, если заходите. Но вот этими кладманами, которые закапывали наркотики, а потом их через интернет продавали, ты покупаешь, идешь и в каком-то месте выкапываешь. Были милиционеры? Не один милиционер, там не два, а целое отделение полиции в этом было замешано. И у них нашли сколько там, 10 килограммов наркотиков и весы специальные, на которых они фасовали это все. То есть как в фильме «Во все тяжкие» или в любом другом фильме про наркотики, как, знаете, вот такие столы, там этот порошок, весы такие, и они фасуют все в пакетики. Это полицейские сидели. Ух, блин, я надеюсь, они в форме это делали. Я бы так хотел посмотреть это видео, как они сидят. Товарищ капитан, передайте мне, пожалуйста, 200 грамм, вот номер один. А вы, товарищ старший лейтенант, что вы там гашиш разбросали? Вы давайте аккуратно делайте это и сворачивайте это в какие-то более правильные комочки. Товарищ майор в этот раз сказал, что нам нужно разбодяживать наш героин в пропорции такой-то и такой-то. Давайте поэтому, товарищи, будем делать это все более аккуратно. И вот они сидят, это все делают. И то, что я сказал сейчас, это, видимо, не преувеличение. Так оно на самом деле и было. Наверное, они не называли друг друга товарищ майор и товарищ капитан, а называли друг друга Ваня и Коля. Но натурально сотрудники полиции целым отделом, все в отделе это знали, они фасовали наркотики, привозили наркотики и продавали наркотики конкретичным потребителям. Их поймали по... Ну, их не могли не поймать, да. Все-таки какая-то работа ведется. Естественно, там наркоманы очень часто бывают какими-то агентами полицейскими. Кто-то на них настучал, и пришла полиция, их арестовала. Распустили весь этот отдел. Но что меня просто поразило, это... Вот когда я читал об этом статью, и там был комментарий каких-то воспоставленных полицейских, которые сказали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Серьезно? Решается вопрос? Вы поймаете там какого-то 16-летнего додика с гашишем одним граммом, как он там передает его другому додику, чтобы покурил. Вы этого додика потащите в тюрьму на 5 лет. Вы просто для того, чтобы делать так называемые палки, этих наркоманов ловите, везете на свидетельствование и сажаете их на 15 суток, я с ними потом сижу. Это моментально происходит. А здесь отдел торговал наркотой, и вы решаете вопрос о возбуждении уголовного дела. Да все, всю полицию Ростовской области нужно распустить. Не Ростовской области, Южного федерального округа. Всех нужно выгнать к чертовой матери. Да весь главк, который есть. Всех, кто занимается наркотиками в полицейской системе, нужно распустить за это. Это неописуемых же размеров скандал. Отдел полиции торговал наркотиками. Кто знает, сколько они там торговали? Кто знает, в ходе вот этого рискованного бизнеса, сколько они людей убили, например? Или еще что-то сделали? Это же всегда бизнес сопряженный с насилием и с какими-то такими вещами. И они решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Никаких громких отставок, никакого вообще российского скандала мы не наблюдаем. А надо бы, ну вот, просто еще один пример, что такое российская полиция. И каждый раз, когда вот такой случай происходит, он превосходит наше представление о допустимом. Вот могли бы ли мы представить, что в посольстве в Аргентине будет обнаружено 400 килограмм кокаина, и оказывается наш МИД вовлечен в такого рода работу? Оказалось, можно. Ну, а представляете, классная система. Дипломаты подгоняют кокаин, а менты наши через отделы, его здесь дистрибьютируют. Дистрибьютируют, правильное слово. Классная государственная система. И везде секретно. У этих государственная тайна, у этих государственная тайна. И все внутри государственной системы от оптовых закупок до этих кладменов. Это все держат государственные служащие, а мы им потом за это платим повышенную досрочную пенсию. Это идеальная система. И вот сейчас я вроде шучу, но кто знает, может быть, они и тот самый кокаин, который дипломаты везли из Аргентины, тоже продавали.